печатного слова, но увеличение корреспонденции за счет поздравительных открыток их не огорчает, ведь сегодня для них особенный день. Открытие Ингушского управления Почты России – подарок профессиональному празднику и юбилею республики. Раз, два, три! Символ праздника – конверт с почтовой маркой, взмывает в небо вслед за ним из посылочных коробок выпускают белых голубей. Руководители отделений, специалисты и те, кто непосредственно доставляет долгожданные письма по адресам. В свой профессиональный праздник ингушские почтовики получают заслуженные награды от главы Ингушетии. Я работаю в станице Несторовской почти около 40 лет. Мне, конечно, работа очень нравится, мне нравится радовать людей. Я очень благодарна, что сегодня усилили мой труд, что меня наградили. Ежегодно Почта России вводит новые виды оказания услуги для улучшения качества обслуживания клиентов. Еще в 2015 году между главой Ингушетии и директором Федерального управления Почты России было подписано соглашение о взаимодействии между Федеральным почтовым оператором и республикой. Такая договоренность дала свои плоды. В столице республики за короткий срок возвели трехэтажное здание нового управления, которое отвечает всем современным требованиям. Почта России за последние годы делала очень многое. И, конечно, большую роль в этом сыграло руководство Почты России и Дмитрий Евгеньевич Старшнов и другие должности, те, которые сегодня здесь присутствуют. Я уверен, что те добрые традиции, начинания, то доброе взаимодействие, которое у нас всегда было, оно будет продолжаться. Благодаря и руководству нашему уже непосредственно филиалу Почты на территорию республики мы буквально за 34 года преобразили многие почтовые отделения. Построено очень много почтовых отделений. И само настроение людей совершенно другое. Открытие УФПС Ингушетии вместе с первым в регионе почтовым отделением нового формата – важный шаг для предприятия в масштабах всего СКФО. Каждый год Почта России запускает на День Почты, традиция уже такая сложилась, какой-то объект. Но в основном это объекты, которые несут абсолютно понятную целевую нагрузку. Это почтамт, это отделение почты, либо это офис управления Федеральной почтовой службы. Но в этом году, в связи с тем, что также первый раз глава республики оценивал все – и дизайн, и планировки, и следил лично за строительством, в этом году у нас получилось очень красивое здание. Вы согласны с этим? По итогам года первое место взял филиал Почты Ингушетии. Сегодня уже подвели итоги полугодия и вы снова лидеры. А значит, это премия, а значит, это радость в семье, и значит, это победа. Далее гостей знакомят с новым зданием. Здесь предусмотрены все удобства как для абонентов, так и для самих сотрудников. Второй и третий этаж занимают сотрудники Ингушского управления. На первом располагается клиентская база. Сюда переехало отделение Магаса. Четыре специализированных окна для оформления услуг, зона самообслуживания для заполнения клиентами бланок, оформления посылок и просмотра содержимого корреспонденции. Но главный плюс – это система электронной очереди. Благодаря современному оборудованию операторы почтовой связи могут предоставить клиентам полный перечень почтовых, коммерческих и финансовых услуг. Также на территории отделения открыто два окна «Почта-банк». У нас услуги обслуживания больше добавились. Добавились отправка писем, посылок, ЕМС-отправление, отправление первого класса, коммунальные услуги. Правда, клиентов по новому адресу пока мало, а потому сотрудники управления могут спокойно отдыхать. Во дворе нового здания развернулся праздник, а уже завтра с новыми силами почтовики приступят к своей работе. Филида Мержоева, Мэрбек Мержоев, Новости 24.